МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите Город С. Ярина Тулгаева. О самарских дорогах. Да, да, именно о них. Мы сегодня говорим с заместителем главы городского округа Самара, руководителем департамента благоустройства и экологии Евгением Андреевичем Реймером. Здравствуйте, Евгений Андреевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. У нас с вами сегодня важный очень телемарафон. Будем отвечать на вопросы. Я думаю, их будет огромное количество. Работаем в прямом эфире 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнения, коих мы ожидаем великое множество. Итак, Евгений Андреевич, будьте добры сами, оценивайте состояние самарских дорог и когда ожидается глобальная реконструкция, и что этому предшествует? Ну, я так же, как все жители Самары, наверное, оцениваю состояние дорог как катастрофическое. И в связи, ну, по нескольким причинам, я уже их называл, значит, в эфире. Это первое, это недоремонт дорог за последние 12 лет, которые выражаются в цифре около 7 миллионов квадратных метров. Не выдержаны сроки межремонтные. Это прошлый год, в котором не была проведена на должном уровне заливка трещин и швов на дорогах. Для сравнения, если в 2008 году заливка была произведена в объеме 3,5 миллиона километров, то в 2010 году только километр 100. То есть практически 2 миллиона 400 тысяч километров остались незалитыми, и каждая эта трещина незалитая, она в условиях, в метеоусловиях, в которых была эта весна проходила, превратилась в потенциальную яму. Что мы и видим. Теперь межремонтность, несоблюдение межремонтных сроков практически привело к тому, что 85% самарских дорог, они остались без верхнего слоя износа, и практически транспорт движется по нижним слоям асфальтобетонного покрытия, которые для этого совсем не предназначены. В связи с тем, что вот эти межремонтные сроки не соблюдались, значит, получилось, что рельеф дорог, он был нарушен, образовалась колейность, где-то, значит, просадки образовались, и водоотведение с проезжей части, оно, проектные, которые были предусмотрены, они были нарушены, и поэтому все участники дорожного движения видят, что образовываются лужи, и каждая лужа, она вот в период колебаний температуры от отрицательных ночью до положительных днем превращается в выбоину, в яму, и разрушение это дальше идет и идет. Тем более в этом году у нас выпало более 150% от нормы снега, и выдалась очень затяжная весна, которая как раз характеризуется вот этим чередованием температур отрицательных и положительных. Этот период был очень большой, и вот поэтому мы имеем то, что имеем. Естественно, новая администрация, придя, значит, к руководству городом в октябре, значит, срок для исправления этой ситуации уже не было, был зимний период, и получилось то, что мы имеем сейчас, ну, то, что имеем, что практически режим чрезвычайной ситуации, он вот весной наблюдался, сейчас он как-то худо-бедно, значит, стабилизирован, готовимся к началу обширного ремонта, значит, ну, а вот так, как я оцениваю, я сказал. Ямочный, значит, вначале ямочный ремонт, он вот буквально должен вот-вот закончиться, начался на прошлой неделе ремонт картами, вот насколько эффективно, вот ямочный, картами? Значит, с 9 марта, значит, при наступлении дневных положительных температур приступили к выполнению ямочного ремонта литым асфальтобетоном. Характеристика литового асфальтобетона, он заливается в эти ямы, выбои на разрушение при температуре, которая превышает 200 градусов, и поэтому эта температура, она, значит, испаряет влагу, которая накапливается в ямах, и пломбирует вот эту яму, и позволяет, значит, продержаться определенное время вот этой заплатки. В лужу тоже можно? В лужу тоже можно по технологии укладывать. Это единственный тип асфальтобетона, который можно укладывать при отрицательных температурах и в лужу, вот именно из-за высокой температуры его нагрева и из-за присадок, которые в нем присутствуют. После того, как вот уже у нас неделя практически наступили устойчивые положительные температуры, средняя температура превысила 7 градусов. По строительным нормам и правилам, значит, это является как бы пределом, после которого можно начинать ремонт горячим асфальтобетоном мелкозернистым. И с прошлой недели, по указанию главы городского округа, когда вот эта погода позволила, приступили к ремонту картами. Ремонт картами пока осуществляется. Это тот же ямочный ремонт, только он методом холодного фрезерования уже. И в рамках содержания муниципальное предприятие благоустройства осуществляет ремонт картами до 50 квадратных метров. Этот ремонт, он идет, улица Красноармейская отремонтирована, значит, в плане вот улицы Вилоновская начались, коммунистическая, Владимирская. Ну, в общем, всего в договоре МП благоустройства 40 тысяч квадратных метров вот ремонтов такого вида. И он будет выполняться, значит, как я сказал уже с предыдущей субботы, с 23 числа, с дня субботника, и будет выполняться до момента выполнения всех объемов, включая выходные и праздничные дни. Значит, будет один выходной от 1 мая, значит, и 9 мая два выходных, а все остальные дни вот в эти праздники будут работать. Ну, и больше того, следующий этап, значит, это ремонт картами большими, значит, дорог, превышаем еще 50 метров. Это вот то, что, ну, наверное, будет следующий вопрос, то, что сегодня было принято решение Думы. Опережаете, Евгений Андреевич, но тем не менее, да, сегодня было принято решение Думы, полтора миллиарда в общей сложности на ремонт дорог в Самаре, еще 103 миллиона из городского бюджета. Так вот, продолжайте. Вот эти 103 миллиона, они как раз, решение Думы у нас будет опубликовано, вступит в законную силу, это те деньги, которые будут направлены на ремонт картами свыше 50 метров. Уже, значит, с контрольными органами ГИБДД, при участии районов, при участии органов прокуратуры, по просьбе жителей, которые на блоге главы города Дмитрия Гачазарова и на других блогах опубликованы, значит, составлен первоочередной план вот этого ремонта, и я думаю, что после опубликования решений Думы, что где-то с 30-го числа мы приступим к этому ремонту, и в ремонте будет задействовано, вот по предварительным данным, около пяти бригад, четыре уже, это точно, пятая бригада сейчас рассматривается под вопросом, но думаю, будет решен вопрос, и думаю, все жители города вот в эти праздничные дни, первого, второго, третьего, и дальше они заметят, что ситуация начнет изменяться и стабилизироваться. А пять бригад это немало? Пять бригад это по объемам немало, это нам позволит вот те деньги, которые выделены, освоить до первого июля эти средства на карточку, сейчас мы говорим не про полтора миллиарда, а вот именно про ремонт картами. И, значит, после этого вот начнется та работа, которая была упущена в прошлом году, это заливка трещин, и в этом году мы постараемся после проведения ремонта большое количество улиц разметить, причем магистрали основные будут размечены, дорожная разметка нанесена будет пластиком, и, значит, второстепенные дороги, которые имеют большое значение также для движения автомобильного транспорта, они будут размечены краской нанесены. А пластиком это долговечнее? Пластиком, значит, это гарантийный срок два года у пластика, а у краски, ну, жители уже видели, что когда наблюдают это полгода, то есть разметка краской наносится на один сезон. Но, тем не менее, эти средства вынуждены тратить город, потому что это очень сильно влияет на безопасность движения, на организацию движения. И по, значит, хронологии, которая ведет ГИБДД, те улицы, где дорожная разметка наносится, идет снижение аварийности, снижение травматизма отсюда идет, а это очень важно. Напоминаю телезрители, мы работаем в прямом эфире, 202-11-22, звоните, задавайте свои вопросы, но я думаю, что вопрос здесь один, раз уж мы говорим о самарских дорогах, когда начнется глобальный ремонт, но оставляйте свои мнения и комментарии, в том числе, 202-11-22. Так по поводу глав... А, продолжим. Старшая по дому, Вологодская, 28, Надежда Вениаминовна, огромная просьба сделать нам около дома тротуар, потому что дорога разбита, ходить пешеходам негде. Все адреса, все телефоны, все контакты я вам передам для работы. Скажем, что Вологодская, 28. Надежда Вениаминовна, обязательно посмотрим, если там он-то существует, тротуар, если это ремонт, то мы его, конечно, сделаем. Татьяна спрашивает, почему ведется речь только о дорогах в центре города? Обратите внимание на дороги в Кировском районе, там они в ужасном состоянии, пройти и проехать невозможно. Кто будет заниматься дорогами непременно Кировского района? Я, наверное, либо меня неправильно поняли, либо я неправильно сформулировал. Я сказал, что с основных дорог с центра начали ремонт до 50 квадратных метров. Ни в коем случае. И все знают, что Дмитрий Игоревич Азаров, идя на выборы, одно из его, значит, было обещание жителям города о создании равных условий жизни и в центре города, и на окраине города, и в поселках. Все, наверное, знают, что он, вступив в должность главы городского округа, что был объезд и поселков, таких как Прибрежный, Рубежный, уже не говоря о Кировском районе, который имеет большое значение и является самым крупным, значит, районом городского округа. Будут работать те же люди, те же пять бригад, о которых я говорил, и приступят к работам вот именно в празднике и в Кировском, и в промышленном районе, начиная, значит, с улицы Гагарина, Победа таких магистральных, Старозагора, улица Советской армии, улица, ну, вокзальная часть, Кировская часть, промышленная. Значит, все эти дороги по объемам, по плановым, Кировские районы по площадям будет отремонтирована дорога больше гораздо, хоть они и в натуральных показателях больше, чем в центральных районах. И знаем прекрасно, что Кировский промышленный район, что дороги там находятся в худшем состоянии, чем в Самарском и в Ленинском. Это всем нам понятно, и будем этим заниматься обязательно. Галина Николаевна спрашивает, когда сделают отрезок дороги по улице Ново-Вокзальной от Московского шоссе до Новосадовой? Ее много раз ремонтировали, но дорога до сих пор в ужасном состоянии. Понимаем, да, к кому отрезки? Значит, Галина Николаевна, ну, начнем с того, что вот до Юра этой дороги практически нет. Это улица Ново-Вокзальная недостроенная. Она была построена от Московского шоссе до улицы Старой Загоры и должна была идти вниз также двумя полосами и спускаться до улицы Новосадовой и с небольшим изгибом спускаться до улицы Солнечной. Тем не менее, понимая важность этого отрезка, эта дорога в этом году будет отремонтирована в полном объеме, перекрыта не так, как ее латали раньше, а именно улица Ново-Вокзальная от Московского шоссе до улицы Новосадовой будет полностью перекрыта, ну, в рамках ремонта. Эти работы начнутся несколько позже, потому что, значит, сначала мы вот заделаем ямы на основных, но тем не менее, значит, начиная с 20 мая, мы к улице Ново-Вокзальной приступим, и улицу Ново-Вокзальная от Старой Загоры до Московского шоссе и от Московского шоссе до Новосадовой, так, как Дмитрий Игоревич уже обещал, будет в этом году отремонтировано, асфальтобетонное покрытие будет отремонтировано полностью. А еще на каких участках, отрезках будет полностью заменено, отремонтировано асфальтобетонное покрытие? Какие дороги придется перекрывать на время ремонта? Значит, у нас в планах и размещено уже на электронной площадке, на проведение аукциона, это, во-первых, вот Кировский район, то, что задавали вопрос, значит, в Зубчининовке, значит, поверьте, я давно очень работаю с небольшими перерывами, значит, в дорожном хозяйстве города, значит, никогда такого не было, будет отремонтировано три улицы полностью, это Зубчининовское шоссе, которое все видят в каком она состоянии, это улица Литвинова, и это улица Макаренко, вот эти улицы, все три, они будут отремонтированы в этом году, начиная с июня месяца, в мае, значит, пройдет аукцион, заключится будет контракт с победителем конкурса, и с июня месяца начнется ремонт, и я думаю, к середине августа, к концу августа мы эти работы закончим. Дальше, что очень важно для жителей города по поводу организации движения, именно вот по перекрытию, то, что Галина говорит, Ирина говорит, значит, у нас, значит, будет улица выставлена также на аукцион, отремонтирована на всем протяжении улицы Самарская. Она находится в очень плохом состоянии, является магистралью, продолжением улицы Новосадовой, и если Новосадовая, значит, субъектом федерации отремонтирована, то улица Самарская находится в очень плачевном состоянии, поэтому также, вот как я сказал, по этим трем улицам в Зубчининовке, в мае пройдет аукцион, будет заключен контракт, и где-то с июня месяца мы ее перекрываем участками на всем протяжении, значит, проведем на ней ремонт. Обслуживание уже отремонтированных дорог, в прошлом году заменено асфальтовое покрытие Горького, Маяковское, Вовский проспект, тем не менее, ямы там в этом году вновь появились, как быть? Вот гарантии кто может дать? Продолжение следует...